МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил старшинёй Конституционного суда Беларуси Пятра Миклашевича с наступным узгадненним его назначения Советом Республики Национального Сходу. Отповедный указ подписал керавник державы. Законодавством продугледжено, что старшиня Конституционного суда Беларуси признащается президентом со сгоды Совета Республики Национального Сходу злику судзев Конституционного суда термином на 5 годов. Сегодня у Минску завершился третий республиканский форум роля региональных сродков массовой информации у развития социального партнерства. Его организаторы – Федерация профсоюзов Беларуси и Министерство информации. У обмерковании актуальных проблем громадства принял удел и наш корреспондент Олег Сентюров. Третий форум региональных сродков массовой информации собрал около 150 журналистов из всех регионов Украины. Организаторы вызначили его формат – свободный диалог. Головная задача – обмерковать актуальные питания действий профсоюзных организаций и удокладить механизмы взаимодействия профсоюзу и СМИ. Сегодня Федерация профсоюзов Беларуси – самая массовая громадская организация краины, якая объеднула больше 96% экономично-активного населенства. У абсолютных лечбых это 24 миллионов человек, что даёт махчимость оценивать ситуацию все боково и объективно. Профсоюзный мониторинг цен, организация громадского контроля за выконанием законодавства по охове праце, удосконаливание коллективных договоров. При этом у Федерации профсоюзов подкресливают, с допомогой журналистов иснующие проблемы выражаются больше эффективно. Когда журналист говорит, что сегодня вам могут помочь там-то, там-то, или сегодня такая-то проблема, она есть сегодня, но она будет решаться вот так, вот так, и через такое время мы узнаем результат этого всего. А мы уже, наша задача быть авторитетными спикерами, авторитетными комментаторами для того, чтобы людям рассказать, как эта проблема будет решаться, а при необходимости вмешаться в ситуацию конфликта, если она возникает, чтобы её регулировать. Сегодня профсоюзу пропонуют новые инициативы, накерованные на приобщение о якосе життя населенства, у приватности размыва, идя об унесении изменения у контрактную систему. Заработниками, якие долгий час працуют добросумленно, контракты пропонуются заключать як минимум на три годы, те увогли, бестерминовые. Особная размыва об потребности работников предприемств, якие сутокнулись с часовыми проблемами, для их может быть створен так званый компенсационный фонд. По пропонове профсоюзов, это пытание зараз разглядается в Совете министров. Необходно подлечить у громадской организации и больше активное створение працовных местов. На думку профсоюзов, значный резерв развития туристической сферы. Человеку, який жадает працовать, необходимо створить для этого все умовы, кто не жадает, повинен компенсировать державе расходы на его утримание. Старшиня ФПБ Михаил Орда про новое громадство с семьей, где у каждого есть свои льготы и свои обовязки. Если ребенок сегодня сидит за столом, это сегодня подрастающее поколение. Это поколение сегодня будущего, где мы его воспитываем, формируем и так далее. Общество содержит. Если дед с бабой, они все отдали, все, что могли, отработали, это то, на чем мы сегодня стоим, живем, это то, что ими создано. Мы продолжаем. Значит, если ты сегодня защищаешь и долг отдаешь, тоже понятно. Если ты сегодня учишься, тоже понятно. Ну а все остальные должны работать. Подчас свободного диалога журналисты звертаются до представников Федерации профсоюзов Беларуси и Министерства информации с пытаниями, яке саправды хвалюсь людей у регионах, пенсийное забеспечения и пешее працанное место для выпускников ВНУ, меры по потребности семьи и гаранты специалистам, яке занятые уличбовые экономицы, узмацнение отказности за предоставление недокладной информации у СМИ. Сразу знайти отказы на все огученные проблемы немогчимы, алик это не значит, что их не треба обмерковывать с пропонованием шляхового решения. За речи, подчас форума у Федерации профсоюзов Беларуси огучивают идею об проведении конкурсу на лепшее святление у СМИ пытанию работы этой организации. У Министерства информации идею потребуется. Трехстороннее соглашение между работодателями, органами власти и профсоюзами, это на сегодняшний момент является главной стратегической задачей, одной из главных в нашей стране. А средства массовой информации должны разобраться в этих соглашениях, донести до населения, показать правдивость и, в общем-то, показать роль и функцию одного из самых крупных общественных объединений нашей страны. Вячеслав Миколаенко працует наставником у сельской школы. Как добраться с Житковича до места працы, приходится просынаться в пять годин ранницы. Звышенный штадионный маршрут до установки адукации, середины студеня стал займать больше часу. Когда появится уже понтонный мост, легче станет? Ну, я думаю, да, хоть автобусы будут утром ходить. Вот городецкий утром шесть часов шел. Я на нем все время добирался, час отменили. Пока люди шакают катер, как перебраться на другий берах, альбо рейсовый автобус, бавить шас можно в пунктах обогрева Червоного Крыжа. И они начали денешать с минулого дня. Паколь же хары района будут тут хаваться от холода, им пропонуют шай. Пункты обогрева работают круглосуточно. У них дежурят волонтеры отряда быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации областных организаций Красного Креста. Со стороны города Турово работает отряд Гомельской областной организации Красного Креста. Со стороны Житкович работает отряд Минской областной организации Красного Креста. Термин своего находления представники «Червоного крыжа» не вызначали. И они кажут, что будут оказывать допомогу, пока это необходимо. Еще несколько минут тому людей с берега на берег перевозили на воротовальном катере МНС, но уже совсем худко потребности в таком транспорте не будет. В этой минуте завершается установка понтонного моста. Шугоход закончился, что позволит начать использовать вот эту переправу. Нагадаемый в вынику погаршения умов на дворе и, как следствие наступления и льду, мацавание понтонного моста в середине студеня было сорвано. У весь этот час он был в справном стане и находился уздов берега, однако не мог выкористовываться. Сегодня конструкцию снова усталевали, на дворе пакуль дозволяя. Правда, за его постоянных изменов склада наказать, в каким режиме будет працовать понтонный мост. Может быть, если погодные условия будут ухудшаться, придется где-то на ночь снимать эту понтонную переправу. Но сейчас надо обеспечить сообщение, которое, конечно же, очень важно для нашего региона. У свою чергу супрацовники МНС протягнуть дежурить круглосуточно. И, когда потребуется, переправить людей на катеры. За два с половиной три дня выротовальным транспортом скоросталось больше за 20 тысяч человек. Катеры будут дежурить на данный момент круглосуточно. И в случае необходимости будут перевозить людей в том же режиме. Рух по адрамонтованной мосте плануются открыть до конца года. Он будет полностью из металлоконструкции, значит, весь заменен. Поэтому сроки новые установлены. До конца текущего года мост построить. Поэтому сейчас проведутся проектные работы. Работают те службы, которые от Минтранс. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук. Телерадио компания «Гомель» с Житковицкого района. Керавник администрации чугуночного района «Гомеля» Виталь Уткин наведал одно из города-будовничих предприемствов областного центра «Гомельшкло» и сустроился с его коллективом. Вось уже 85 годов предприемство не только поспехово працуе у промысловой системе регионной краины, але и упевнено завоевывая сосветный рынок. Улику его партнеров больше, как 20 краин света. Не так давно тут уведена у эксплуатацию линия по вытворчасти ламинированного шкла. Украняются новые технологии. Постоянно повышается якость продукции. Зараз предприемство забеспечивает 100% потребность Беларуси у шкле. У планах до 2020 года стать лидером на этом рынке у СНД. З нагоды 85 год за предприемство керавник администрации района выказал его супрацовникам слову подзяки за пленую працу и пожадал поспехов. Далейшая размова тычилася выникам социально-экономичного развития Гомеля, а так само ходу передвыборной кампании. Можно сказать спасибо трудовому коллективу, который сегодня завоевал на международном рынке более 20 стран свои продукции. Это говорит о качестве работы каждого человека, который работает на этом предприятии. Поэтому сегодня должна быть непосредственно в наше время сложная, скажем так, экономическая, сложная и жесткая конкуренция. Всегда должна быть четкая позиция и взаимодействие власти и трудового коллектива. Потому что мы единое целое, мы одна дружная семья железнодорожного района, которая должна поддерживать те цели, которые перед нами ставит государство для решения задач простого человека. Новые увядения для водителей сегодня уступают усилу изменений и дополнений в Кодекс об администрационных правопорушениях. В первую очередь я не заканусь с тех, кто керует транспортом без водительского посвящения. Если бесправника зловить за рулем полторно на протягу года, то, кроме штрафа, ему может погрожать арш до 15 суток. А вот тем, кто посвящение просто забыл дома, станет простей. Отказность с такой порушения с Кодекса убрали. С 1 лютого в Беларуси вырастут допомоги, які выплашиваются батькам в отпуску по доглядзе дитяте во взросле до 3 годов. На первое дитя сумма складе крыху больше за 312 рублёв. На другое и наступных дятей крыху больше за 356 рублёв. На дитя инвалида 401 рубель 18 копеек. Новый помер допомог будет дейничать до 1 жнивня 2018 года. Дарыч, национальным законодавством продуглежена разглинованная система допомог семьям у совязи с народжением и выхованием дятей. Усяго призначается 11 видов допомог. Их суммы переглядают двойше у год. Як правило, новый помер починает дейничать с 1 лютого и с 1 жнивня. Суммы залежат от середнемесячной зарплаты за попередний квартал. Галалёдзица дадала пациентам травматологичным пунктам. У Гомелі за минулые сутки за допомогой звернулася калі 80 человек. Аднак ёсць и тыя, хто вырошыл займацца самалячэнням. Самые распаусюдженные диагнозы, вывихи плячэй, пераломы конечностя, очерепно-мозговые травмы и самы складаны пералом шийки бядра. Яго шастей отрымлёваюць людзі сталага узросту. При гэтым, як пацаржаеш мадгадовая статистика, виноваты ў сваёй бядзе самі людзі і іх бестурботнаць. Уперед галалёду треба загадзе выходзіць дому на працу або в учобу. Час на свой звычайны шлях лепш повялічыць удвоя. Спешка приводзіць до небезпечных наступствав. Людзі отрымлёваюць травмы амальшто на парозі сваего дома. Мы не торопимся или же не любим одевать перчатки. Большинство из нас идёт каким образом? Руки в карманы верхней одежды и быстрым шагом поскользнулся. Происходят доли секунды. При падении не успеваешь вытянуть руки из карманов и инстинктивно вытянуть руку вперёд, назад или же в сторону, для того, чтобы смягчить падение. И поэтому получается, что при падении вы ушибаетесь головой. Для прогулок при таком надворье потребны подыходный обудок на плоской рифленой падешве с добрым протектором. Каб позбегнуть гололёдных травм, так само раяць ходить по дорогах, опрацованных специальной суміссю. Калевы всё ж таки сгубили равновагу, треба присесть, каб поменьшить вышиню падения, локти прытиснуть до боков, а голову утягнуть. При этом падать лепш на бок. А после обовязково звернуться за медицинской допомогой. У Гомеле протягиваются акции, присвеченные профилактицы хвороб системы кровозвороту. Па час их проведения специалисты померяют усім жадающим артериальный тиск, дадут индивидуальные консультации по пытаниях профилактики хвороб, здоровым харчавании, рухальной активности. Так само можно будет различить индекс массы тела. 7 лютого акция пройдя во универмагу у Гомель. 14 лютого у супермаркете по улице Сухога, 2, а 21 лютого у супермаркете на Мазурова, 79. 28 лютого мероприемство пройдя на предприемстве Огомсельмаш. Письменник, журналист и перокладчик Василь Ткачоу отсветкаваў свое 70-ти годзі. З гэтай нагоды у Центральной городской библиотецы ім'я Герцена прайшоў юбилейны вечар пад назваў «Тварыць – значыць жыць». Павіншаваць юбиляра завітала і наш корреспондэнт Ганна Каральчук. А сёня раніцы, як і плановалася, мой Сінічкін накіраваўся на працу, на новым аутамабілі. Ой, праважаючым, аж прослізілась. Йейбогу, нарэште мой Сінічкін став чалавека! Василь Ткачоу вядомы празаек і драматург. Аутры 25 кніг і 70 п'ес, які ставять не толькі театры Беларусі, але і Расія, Казахстана, Україна і Таджыкістана. Будучы пісьменник, нарадзіўся ў вёсцы гута Рогачоўскага района, а вырас на Быхавшыня, куды не ў забаве пераехали батькі. Менавіта таму, яго творы так близкіе да народу, простых людзей. Яны вазначаюцца шмат граныццю узнятых проблем, вязковымі і грамадскімі матывамі. Пасля заканчэня факультэта журналістыкі, Василь Ткачоў працваў ў дыркаваных СМІ і адначасова пісаў свои творы. У першыню яго п'есы была паставліна ў 1984 годзі Могилёўскім абласным драматычным театрам. Найперш, Василь Ткачоў гэта выдатна драматург, як би там не было. Йон вырас з публіцыстыкі, з прозы. Напэвна, той гопыт, який ўн набыв ў той час, дае яму макчымасць, давала яму макчымасць, ствараць правдападобныя в образы сваіх лірічных гэроў, драматычных гэроў. Им нельга не довіраць, им нельга не спачуваць. За сборнік п'ес на беларускай мове характеры Василь Ткачоў став лауреатом національны прэмі па літературы ў галіні адраматургіў. Адна ктое, чым наябольш ганарыцца сам аутар, гэта дзіцячаа література. Кнігі «Хитрый данік», «Партрэц солдата», гэтрак «Птушка вольны», а незвычайны дыктант спадабаліся юным чытачам. Лічу заудашу, калі напішу нешта для дзяцей. Я і починав з дзяцячах опавіданню. У мені перша книга вышла, яшы ў 75-м годі. Вельмі даўну опавіданне для дзяцей «Хитры данік». І зараз в маслацкай літературу нешта выходець. Я лічу, што книгу для дзяцей выдадзе, гэта вельмі добрая з'ява для кожных письменника. І бачу тягу дзяцей. І навот кажуть бібліотекари, поглядзіця вашу книгу ось. Зараз на руках, зараз на руках, читаюць, беруць. Гэта приємна. Гэта і інші новіни ви можете знайсці на нашым сайті ў інтернеті па адрасі www.tvrgomil.by. Далі ў ефіри де-факто і спортивний агляд. А я з вами розвітваюся. Усяго добрага і до сустрэчы ў ефіри. Ефір телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студії Руслан Габрилёв. Здравствуйте. В регіоне за минувшие сутки значительно возросло количество дорожно-транспортних происшествий. Зарегистрированы 32 аварії. Есть пострадавшие і все пешеходы. Накануне в Гомеле на пешеходному переході грузовик наехал на двух женщин. ДТП произошло на улице Барыкина. 21-летний водитель управлять мобилем МАС, двигаясь по улице Барыкина со стороны улицы Борисенко в направлении улицы Сосновой. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу совершил наезд на стоящее транспортное средство «Форд Фокус», которое пропускало пешеходов, после чего от удара грузовой автомобиль МАС отбросило на встречную полосу дорожного движения, где он совершил наезд на двух женщин, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщин с тяжелыми травмами увезли в Гомельскую областную клиническую больницу. В отношении водителя МАЗа возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает причины ДТП, назначены судебно-медицинские, автотехнические и иные экспертизы. Реки вновь выходят из берегов. На территории шести районов области начался паводок. По данным Гомельского областного управления МЧС, подтоплено 27 подворий и два участка дорог. Повышение температуры воздуха привело к разливу рек в Ворогачевском, Реческом, Мозырьском, Петриковском, Житковичском и Брагинском районах. Уровень воды за сутки поднимается до 18 сантиметров, на отдельных участках – на полметра. В ближайшие дни рост уровня воды продолжится. По прогнозам синоптиков, на Припяти и в Петрикове вода выйдет на пойму. Спасатели постоянно отслеживают ситуацию, патрулируют размытые дороги и потопленные подворья. Ситуация постоянно мониторится. Данный вопрос рассмотрен на областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Выработан ряд мероприятий для всех служб, задействованных в данной работе. Сейчас осуществляется мониторинг областной комиссии, выполнение всех этих мероприятий на местах. Таков обзор происшествий к этому часу. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. Берегите себя. Беларусь 4 Гомель продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Футбольный клуб Гомель проведет двухнедельный сбор на Кипре. 2 февраля зелено-белые отправятся в Ларнаку. Базироваться команда будет в городе Айянапа. Под руководством тренерского штаба на Кипре будут работать 23 футболиста. Также в планах на южный учебно-тренировочный сбор 5 спаррингов. Соперниками будут молодежный состав швейцарского клуба Янгбойс, российские команды Урал, Тамбов и Крылья Советов, а также польский Рух и Схожего. Завершится сбор на Кипре 16 февраля. В Харькове состоялся международный турнир по боксу на призы мэра города. В соревнованиях приняли участие полсотни атлетов из Украины, Грузии, Марокко и Белоруссии. Наша страна делегировала на турнир 10 боксеров. Шесть из них представляли Гомельскую область. Турнир на призы мэра Харькова проводился в формате матчевых встреч, так что боксеры провели по несколько боев. Победы одержали Вадим Панков, Максим Веслоух, Владислав Смягликов и Дмитрий Доронин. В Могилеве прошел чемпионат Беларуси по дзюдо. Атлеты из Гомельской области без наград на главном республиканском старте не остались. У девушек сильнейшей весовой категории до 57 килограммов стала Ульяна Мининкова. Две награды у спортсменок из нашего региона в весе до 63 килограммов. Серебро завоевала ей не на дубине, а бронзу Виктория Курлович. Обе девушки воспитанницы из дюшор Гомельского района. Гомельчанка Виктория Новикова поднялась на третью ступень пьедестала почета в весовой категории до 70 килограммов. Две награды добыли мужчины. Сергей Короткевич и Егор Трухан выиграли бронзовые награды. Атлеты выступали в весе до 66 и 73 килограммов соответственно. В командном зачете Гомельская область заняла пятое место. Победила команда Минска. В Гомеле проходит первенство области по вольной борьбе. Соревнуются спортсмены 2001-2002 годов рождения. Всего 135 атлетов со всего региона. 110 парней и 25 девушек. Первенство области не проходной турнир. Это отборно-республиканский чемпионат, который также состоится в Гомеле. Удачное выступление на обоих стартах обеспечит место в сборной страны и путевку на международные соревнования. В общем, мотивация у спортсменов запредельная. Бороться есть за что. Проходит сейчас первенство области среди кадетов. Отборочная к первенству республики, которая пройдет 14-16 февраля в городе Гомеле, в этом же зале. Мы сейчас просматриваем нашу область, какие спортсмены будут претендовать на участие отборочной республики 2001-2002 год на первенство Европы и первенство мира. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4.